Это отрывки из документального фильма, который сняли ученики 4-й школы. В нем собраны рассказы о ветеранах Великой Отечественной войны, о своих родственниках, прадедах и прабабушках, ковавших Великую Победу на линиях фронта и в тылу. В фильме рассказывают сами школьники. Ученица 7-го класса Дарья Морозова согласилась принять участие в съемке, не раздумывая. Она рассказала о своем прадедушке, участнике Великой Отечественной. Я согласилась сразу, мне было интересно, и тем более рассказать про своего прадедушку. Чтобы о нем узнали все. Авторами трогательного фильма «Правнуки Победы» стали две старшеклассницы – Екатерина Марфина и Ксения Туртыгина. Юные режиссеры в течение всего учебного года общались с учениками своей школы, брали у них интервью, все записывали на видеокамеру. Опросили более 60 человек. Нам это было очень интересно, поэтому задались вторым фильмом. Проходило это все. Первый проект мы делали год, второй мы за полгода примерно сделали фильм. Мы сначала обрабатывали материал, который у нас был уже, потом мы начали снимать детей, и просто уже смонтировать его нам не составило никакого труда. Солдат Великой Отечественной войны осталось немного, но они успели передать потомкам всю правду о минувшей войне, боль, утрат и великую гордость за российского солдата, одолевшего жестокого врага. Это не первая подобная работа девушек. В прошлом году они снимали самих ветеранов. Фильм назывался «Солдаты Победы». Этот материал занял первое место в конкурсе «Молодые инноваторы», что подтолкнуло их заняться новым роликом «Правнуки Победы». Оба фильма старшеклассницы готовили под руководством своего учителя Елены Лыхиной. Монтировать помогала выпускница этой же школы. Фильм презентовали в актовом зале школы. Зрителями стали учащиеся и учителя. После его просмотра они делились впечатлениями, которые в большинстве своем были положительными. Иначе быть не может. Фильм – это не просто дань уважения и признательности всем воинам-победителям. Еще это и память, которая останется на долгие годы. Фильм очень тронул, передал те эмоции в стихах, в этих рассказах. Как была тяжела потеря родного человека. Как было трудно сражаться на войне за Родину. Какие силы вкладывали те люди, которые были на войне. Мне понравились стихи, хорошее оформление фильма, хорошая сцена. Там было интересно, чувствуешь, как им было тяжело, трудно, людям, которые участвовали на войне. Документальный фильм стал одной из трех частей большого проекта под названием «Правнуки Победы», разработанного и реализованного коллективами учениками четвертой школы. В его рамках в школе создана памятная стена с фотографиями ветеранов и готовится к изданию книга в 200 страниц с рассказами об участниках войны. Большой вклад в ее разработку внесла школьная библиотека Елена Николаева. Работа по созданию таких фильмов так увлекла юных режиссеров, что у девушек уже есть задумки и по подготовке нового материала. Пусть союзны гримля, пусть отец гримля, пусть на солнце снабжена горя, пусть проходят года, с нами вы навсегда, пусть сияет победы всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова